Всем привет, с вами Реонор и прекрасного вам настроения. Вашему вниманию предоставляется посадочный модуль MUN2. Ну а также не просто посадочный, а еще модуль, который сможет добраться непосредственно до MUN. Что здесь особенного? Особенно о том, что я начинал строить этот модуль непосредственно с той стороны. То есть я начинал с этого места его строить. Для чего? Потому что если мы хотим, чтобы subassemblies работали, то нормально. Нужно строить именно с той части, которая присоединяется и пристыковывается. То есть если в прошлый раз у меня я начинал строить отсюда, у меня здесь не было никаких мест, ничего не было занято, то есть я поэтому смог его перевернуть вверх ногами без особых проблем. А здесь же я хочу, чтобы у меня он шел вперед, что называется, ногами, вперед головой. Так, единственное, что вот это вот дело. Заверем. Да, нюанс еще. Вот здесь у меня висит канистра у контейнера. Она весит 150 килограмм, да, а вот здесь вот на противоположной стороне и даже немножечко вот здесь разбросаны элементы той же весом, в общем, 150 килограмм, которые позволяют, что называется, компенсировать перевес. Вот такой модуль. Да, в нем отрегулировано топливо на различных уровнях, чтобы не превышать опять же массу в 10 тонн. Так, ну что ж, модуль, в принципе, готов к установке. И чтобы его засунуть в SubAssemblies, нужно взять за ту часть, которую мы хотим, что называется, перенести. А, в данном случае, это весь модуль. И сделать его, назвать его, как мы его хотим, Moon2. Ну, собственно, все. Теперь мы можем спокойно загружать наш Hammer1. В Hammer1 мы сразу отрегулируем скорость подачи топлива до 61, наверное, с половиной. Или 60. Знаете, 60 с половиной. Вот так вот сделаем. Сохраним его сразу. И к нему, так, вот эта штука мне будет не нужна, это лишняя. И выставим сверху Moon2. Вы поняли, почему лишняя, да? Потому что у меня уже на самом модуле была эта штука. Естественно, естественно, нужно переразвернуть, переразместить сами части, чтобы они запускались в нужном порядке. Так, все есть, готово. Еще нужно будет, наверное, все-таки, давайте закрепим наш модуль. Кстати, вот, чтобы эта штука действовала, да, можно X-ом ее, вот, пожалуйста, Shift-X, оно меньше будет делать. Мне нужно 3, а C это точность закрепления. То есть закрепление будет идти вот, например, сюда, да, и потом сразу резко пересходить на другие места. Либо я смогу вообще сам выбрать, как мне это поставить. Так, и это я закреплю сначала вот за эти места, да. А теперь мы уже 4. А 4 я закреплю уже вот за эти места. Тяжки и как-нибудь вот за эти участки. Есть. Закрепились. Теперь наш модуль стабильно будет стоять, где положено. Экшн группы сразу пробежимся. Я хочу, чтобы у меня по единице происходил Crue Report. Отправка данных. По двойке, чтобы получался эксперимент. Таггл ковер. Так, и по четверке. А нет, лучше давайте по нолику. По нолику сделать. Добавим красоты просто. Поэтому выбираем ноль. Включение дверей. Закрытие крышки, чтобы они просто закрыться смогли. Так, также немаловажно, но и немаловажно. Просто опять же для красоты я хочу такую вещь, как коммунотроны, чтобы наши. Кстати, через shift нужно всю конструкцию просто вверх поднять, не менять. ничего. Так, вернемся к экшн группам. Так, и вот я хочу, чтобы коммунотрон, антенны наши выдвигались на девятку. То есть перед тем, как расстыковаться, сначала выпущу антенну. Ну, чтобы уже совсем смоделировать так, как это было бы должно работать. Почему я люблю, кстати говоря, устанавливать везде антенны на ботов. Они там необходимости, в них нет. Но есть мод ремонта тэч, и я поклонник этого мода, на самом деле он мне очень нравится. И там, чтобы ботом управлять, обязательно нужно, чтобы до него доходил сигнал. А чтобы дошел сигнал, нужна антенна, как минимум. Поэтому мои все боты, как вы видите, снабжаются антеннами и так далее. Так, ну что ж, Hammer 1, Moon 2. И дадим ему наименование. Потому что мы можем. Сохраняем его. А, кстати говоря, команду можно сразу же назначить прямо здесь. Боб у нас в прошлый раз не попал на Moon. Давайте его все-таки еще раз отправим туда. И что ж, ну ключ на старт. Так, ну что ж, мы уже на стартной площадке. Так. RCS включаем. Стабилизацию включаю в самый последний момент. Так, что мы встретимся, наверное, на тот момент, когда будем смотреть, как отработает наша вот эта ступень. Потому что с ней, ну, что называется, последние допиливания мы совершали только что в сборочном цехе. И поэтому это имеет смысл посмотреть. Ну что ж, поехали. И так, как вы видите, сейчас воду как раз-таки практически догорает. Вот. И практически с ним заканчивается топлив. Давайте посмотрим уже, насколько одновременно и не одновременно это произойдет. Буквально чуть-чуть, чуть-чуть остается доработать ступени. То есть, таким результатом я уже дал год. Отцеливаем ступень. Ну что ж, встретимся на орбите. Сейчас чисто экспериментально я попробую сразу, после прохождения плотных слоев атмосферы, свернуться, свернуть на 90 градусов. Потому что некоторые считают, что так выгоднее и лучше. Ну что, сейчас мы легко это и проверим. Так это или нет. Так ли это или не так. То есть, и сразу вот даже, в смысле, под 45 градусов. Ну я сейчас легко убедитесь, что это совершенно не так. Что это совершенно не идеальный выход. Потому что топлива мне понадобится немножко больше. Но резервы у меня имеется топлива, поэтому ничего страшного в этом нет. И вот как вы видите, в прошлый раз я на отбрасывание ступени погасил скорость. И здесь я уже был на совсем другом угле. На совсем другой высоте я был на 90 градусов. Ну что ж, тем не менее, давайте поправим ситуацию. Потому что ситуацию надо поправлять. Так, и используя оставшись немного топлива, которое у нас еще есть в самом модуле разгонном. Да, разгон на блоке. Я сейчас немножечко подкорректирую орбиту. То есть, угол наклонения подправлю. Хотя он и так минимален, конечно. Так, но здесь уже мы не успеем, наверное, этого сделать. Через 49. Хотя успеем. Значит, мне нужно... Так, мне кажется, не в ту сторону это делаю. Да, не в ту. Вот, сейчас резко дернулось. Это как раз, значит, только лишь для того, чтобы усмотреть, на какой вектор мне двигаться. Вот для этого сейчас было. То есть, это какой-то вектор либо в ту сторону, но если я не вижу направление, значит, в другую сторону будет вектор движения. Через 24 секунды я должен развернуться как раз к этому месту. То есть, опять же, я это сделал лишь только для того, чтобы наметить, в какую сторону мне рулить. То есть, мне нужно будет наклонение, конечно, делать по нормали. Так, так, так. Вот. Я переграл. Сюда нужно было. А, почему в этой точке? Потому что именно в этих точках наиболее правильное наклонение имеется. Так, только, у меня все никак не развернулось. Уже даже немножко опаздываю. Ну, в принципе, тут это не столь критично. Совсем не критично, я бы сказал. Так. Тут главное точность, а не скорость. И вот смотрим, аккуратненько смотрю, потихонечку газую совсем. Все. Наклонение ноль. То есть, теперь наша орбита, хоть и меньше, но она идеально совпадает, лежит в идеальной плоскости с орбитой муна. Так, ну что ж, расстыковка приземления модуля произойдет уже на ускоренной записи. Единственное, что я переименую корабль сразу же. То есть, это Мун-2, только не шип, а... Да, просто Мун-2 и укажу значок лендера. Все. Совсем забыл, нужно по девяточке было выдвинуть антенны. Вот, теперь все правильно. Ну что ж, касание произошло, теперь переключаемся обратно на наш Мун-2. Только сначала нужно обратить двигатели. Ну и что ж, спланирую орбиту, прилечу на Мун. Да, чтобы идеально спланировать орбиту, нужно провести угол до центра нашей орбиты. И где-то под 90 градусов, получается, в эту сторону, да... Так... Так... Где-то вот здесь, получается, надо брать... Делать маневр. Это, правда, справедливо только для Муна. Для других объектов, может быть, иные значения. То есть, все зависит от скорости движения объекта. Но, как правило, чуть-чуть заранее. И начинаем, можно вот так вот крутить, вертеть, смотреть, а где вы попадете идеальней. Вот этот, например, не совсем за 90 градусов. Маневр меня вполне, вполне устраивает. Чуть-чуть подкорректируем его. Отлично. Вот. Вот она, траектория моей мечты. Что называется. То есть, орбитами, вполне. Так, РСС можно выключать, мне его все равно нету. Хотя, это, конечно, может быть проблемным при кашении боковых скоростей. При торможении. Ну, ничего страшного. Так, ну, что ж. И нам пора, как бы, да, уже говорят. Да, нам бы еще неплохо, бы, для этого включить двигатель сам. Ого. Немножечко момент разгона пропущен. Начальный получается. Немножечко. Немножечко. Как раз сразу, когда и на все. Что ж, момент торможения. Разгона и приближения к самоорбите я промотаю. Встретимся уже поближе к луне, к муну. И вот, когда вы очень-очень далеко от муна, да, и вместе с тем далеко от кермина, это самое идеальное время, чтобы немножечко подкорректировать орбиту. Вплоть до кардинальных ее таких очень изменений, которые будут даваться вот именно на этом участке вам крайне легко, крайне элементарно. То есть, вообще, какими-то жалкими-жалкими крохами. Конечно, лучше бы вообще было бы это все делать даже RCS в данный момент. Вот, пожалуйста, один из вариантов выхода на гравитационную катапульту. Причем в различных направлениях можно его совершить. Но это, конечно, не наша цель. Наша цель немножечко, на самом деле, сделать не такой жесткий. То есть, мне бы вполне устраивал периапсис где-то в 30-ку. И вот мне показывает, что вот сюда мне нужно будет через 6 минут дать буквально 4,5 метра в секунду. То есть, это вообще крайне-крайне малые затраты. И вот давайте сделаем это. Причем тут прям практически точь-в-точь не влияет. Ну вот так. Так, ну что ж, давайте к луне. Планируем маневр торможения. Причем если с случаем, если мы не хотим понижать, то сильно. Периапсис наш. То в случае, если с апогеей. Если мы хотим именно поднимать апогей, то нужно немножко за. А если мы хотим понижать, да. Как раз таки. Не понижая при этом перигей. То лучше немножко до, после маневр начинать. В таком случае вы получите, ну, что называется, ней. Ваши апогеи практически не изменятся по высоте. Вот смотрите, я кручу вам. Хотя нет, чуть-чуть. Я слишком уж переборщил. Вот таким образом, да. То есть, все-таки уже чуть-чуть как-то. Ну, смотрите, куда вы попадаете. Потому что четко в самом апогее, конечно, у вас в апогее. Весь маневр прям сразу выложить не получится. Так, ну ладно. В принципе, общий маневр я вижу, куда мне нужно делать. А там уже дальше будем смотреть по обстоятельствам. Подкрутим, что называется. Я немножечко пропустил маневр. Но, надеюсь, системы меня не сильно обманули. Так, все. Саму точку маневра я уже удаляю. Потому что она мне не нужна. Мне нужно смотреть просто за моим апогеем. Чтобы его снизить до разумного размера. 30-35. Может быть чуть-чуть меньше. Чем выше у вас орбита, тем над такими телами, как мунт. Тем больше, конечно, у вас времени идет на... Остается на гашение. На гашение ваших боковых скоростей. Вообще, сам маневр приземления на мунт. Состоит из трех этапов. Первое. Ну, то есть, из четырех даже этапов. Первое. Это орбита. Стабилизация. Но это необязательный этап, который можно пропустить. Поэтому, все-таки, из трех. Значит, первое. Это корректировка вашей траектории. Вот сейчас этот маневр я и планирую. А хочу я приземлиться, например, в центр этого кратера. Вот сейчас я совершаю, планирую, то есть, делаю маневр, планирую, который будет, как раз таки, для первого этапа. Корректировка траектории. Вот. То есть, мы готовы к маневру, ищем его. Второй этап. Это огашение горизонтальной скорости по отношению к объекту. По отношению к поверхности. То есть, чтобы поверхность у вас была полностью погашена горизонтальная скорость. Ну, и третий этап. Непосредственно уже сама посадка. То есть, плавное торможение уже непосредственно по вектору объекта. Так. Секундочку. Так. Мы уже почти над... точкой корректировки нашей траектории. Ну что ж, начнем корректировать траекторию. В принципе, дальше мне сам маневр уже не нужен. Мне достаточно просто видеть то, как происходит именно изменение нашей траектории. То есть, я хочу сесть вообще где-то в центр данного кратера. Да. Вот. Таким образом я и оставляю траекторию. Фортируем... Балланд-пуцерктия .